Она прожила короткую, но яркую жизнь и стала примером для нового поколения. В колледже ветерана войны Нина Ляпина несут цветы студенты, коллеги близкие. Внучка Нина Дмитриевна Юлия о бабушке вспоминает с гордостью. Память о ее подвигах до сих пор жива, а теперь еще и увековечена открытием мемориала в ее честь. Мы приняли в этом участие, чему очень благодарны, руководству медицинского колледжа, у которой есть очень хорошая и добрая традиция. Они чтят память своей выпускницы и передают его из поколения в поколение. Блестящий фельдшер, отважный врач, жена, коллега и, конечно же, боец. На фронт Нина Дмитриевна пошла добровольцем. Работала в Куйбышской военно-медицинской академии. Помогала восстанавливаться тяжелораненым в рядах партизанского отряда легендарного командира Сидора Ковпака. Нина Ляпиной не стала в октябре 1942-го. Совершив очередной героический подвиг, попала под пулеметный обстрел. Но успела сказать главное. Батя кланится фашиста. И все пошли за ним. В этом бою она получила ранение несовместимой с жизнью. И последние ее слова она передала и сказала. Передайте маме, папе и милнюю Сашу. Я их не подвела. Она для меня пример мужества, храбрости медицинского работника. И я считаю это гордость носить ее имя. И все мы в какой-то степени хотим быть похожи на ее. А когда-то, может быть, даже повторить ее подвиг. Открытие мемориалов память о Нине Ляпиной. На здании Самарского медицинского колледжа экскурс в историю. Что одинаково важно, как для заведения, в котором обучаются более 4000 студентов, так и для жителей областного центра. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.